Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка на них будет в группе в контактах А теперь уже и на фейсбуке Так что переходите и скачивайте Так вот, что касается архива, вернее папки Вот ее можно открыть Просмотреть Выберите свой стиль шаблона, который вам больше всего понравился И скачайте Здесь еще не установлены изображения с персонажами Так что они выглядят вот так Сейчас мы просмотрим, как его редактировать Все здесь слои разложены по папкам Сиреневая метка И в частности в этом шаблоне И во всех остальных шаблонах Отвечать за установку своего изображения Давайте сначала как раз и установим его Как вы уже знаете Открываются смарт-слои двойным нажатием И в эту прозрачную область Как раз и нужно притащить свое изображение Смотрите Уже по обстановке Нужно ли будет вам удалять задний фон с изображения Или же оставить так как есть Например Можно закрыть и посмотреть Как она будет смотреться И уже исходя из этого Уже будем видеть Нужно ли нам удалять задний фон Или же как я повторяюсь Можно будет оставить так как есть Например Давайте удалим Чтобы у вас потом не возникло ко мне вопросов Удалять я буду всеми вами известным Фильтром выделения и маска Часто Я кстати его использую Раньше я исключительно выделял пером А сейчас только этим фильтром В крайнем случае Если же у вас не получается захватить какую-то область То используйте лассо Да там множество инструментов Если хотите Я отдельно сделаю обзор на этот фильтр И мы рассмотрим все здесь инструменты Где их применять и как ими пользоваться Итак После того как вы произвели выделение Нужно на основе этого же Выделение сделать маску Закрываем И теперь переходим в наш шаблон В шаблоне все намного проще Прежде всего здесь расположим Главного персонажа То есть девушку А затем поубираем все лишнее Потому что уж слишком здесь Перенасыщена обложка мелкими деталями Текст Некоторые можно оставить А все остальное уберем Просто скрываем и ищем Где находятся эти слои Займет на это у меня какое-то время На поиск этих слоев А пока еще я затрону такой вопрос Он будет касаться шрифтов Для текста Скорее Всего они у вас будут не установлены Даже я больше вам скажу У вас точно их не будет установлено Их нужно будет отдельно скачать И установить Значок треугольника со знаком восклицания Как раз и говорит Что у вас не установлены данные шрифты в системе Вы меня спросите Как узнать какой шрифт автор использовал в этом шаблоне Находим текстовый слой Открываем двойным нажатием У вас всплывает окно В котором указан шрифт А там остается дело за малым Название у вас есть Вводим его в поисковик Чтобы его установить Нужно дважды нажать на файл Который вы соответственно скачали Если же это архив То естественно его нужно будет разархивировать Или же можно прям запустить из архива И уже здесь нужно будет всего лишь нажать на кнопку установить Теперь можете заходить в фотошоп и редактировать текст Если же у вас до сих пор текст не опознался То закройте и откройте заново фотошоп Только не забудьте перед этим сохранить этот шаблон В принципе я уже вам все рассказал Заходите, скачивайте шаблон И редактируйте А на этом у меня все Оставляйте свои комментарии Ставьте лайк Или же дизлайк И давайте до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok